Каждый уголок Петербурга можно использовать для занятий спортом, если захотеть. Твоя территория расскажет о самых интересных местах северной столицы, где можно пробежаться, прокатиться на велосипеде и не только. Что будет, если взять серфинг, поместить его в городскую среду, подальше от голодных акул и опасных медуз, а потом добавить акробатики по вкусу? Получится вейкборд или просто вейк, пожалуй, самый необычный водный вид спорта. Райдер здесь прицепляется либо к катеру, либо к канатной дорожке, хорошенько разгоняется и штурмует трамплины, делая кульбиты, как заправский сноубордист. В последнее время именно канатный вейк приобрел особую популярность по миру. Это и проще, и гораздо экологичнее, а самое главное, можно гонять даже на маленьком пруду, куда катер едва ли влезет. То есть для мегаполиса идеальный вариант. В Петербурге этот вид вейка очень активно развивается, и мы решили опробовать его на себе в парке героев пожарных на базе Купчинского вейкпарка. Расскажите, что такое вейкбординг? Вейкборд – это экстремальный вид спорта, который зародился в прошлом веке. Это смесь серфинга, сноубординга, скейтбординга. Изначально его придумали американские серферы, когда не было волны, они начали кататься за катером. Потом этот вид спорта стал совершенствоваться, и появилась такая разновидность, как кабельный вейкбординг. Это дисциплина, которой не нужен катер, не нужен топливо. Устанавливаются две опоры, натягивается трос и буксирует фал с ручкой спортсмена по поверхности воды. Когда лебедка вас начинает тянуть, руки к себе не подтягивайте. Инстинктивно очень хочется подтянуть руки к себе, но это неправильно. Вам будет гораздо тяжелее вставать, доска под вас будет выскальзывать, вы потеряете силы. Вот это правильное положение. Центр тяжести у вас находится над доской сейчас. Соответственно, вы не заваливаетесь ни вперед, ни назад. Из этого положения с прямой спиной мы выпрямляемся, сохраняя центр тяжести над доской. Выпрямились. В Петербурге это зародилось, наверное, лет 15 назад. Изначально люди занимались кайтсерфингом. Это вид спорта, когда буксирует тебя воздушный змей, летающий в небе по воде. К нам пришли технологии. Соответственно, люди начали ставить канатные дороги. Постепенно, постепенно этот вид спорта начал набирать популярность. И сейчас он уже скоро будет догонять сноубординг. Здешние пруды оказались достаточно велики для того, чтобы натянуть две кабельных дороги, почти по 200 метров каждая. Плюс поставить десяток различных препятствий трамплинов. Условия достаточно хороши, чтобы проводить здесь турниры серьезного уровня. При этом райдеры никак не мешают местным редким уткам, которые здесь гнездятся и которыми парк пожарных очень славится. Птички спокойно блутыхаются в других частях парка, а периодически следят за соревнованиями, как заправские болельщики. Если кто и мешает гонщикам, то только надоедливые чайки. Ну, к ним давно привыкли все жители Петербурга, бывающие на воде. В конце концов, чайки тоже здешние жители. Ничем не хуже людей. Если честно, я вырос в Купчино, поэтому, когда пришла идея создания вейк-парка, я ни капельки не сомневался и целенаправленно создавал именно здесь его. Каждый год развиваемся. Мы вообще начинали изначально с двух бытовок и одной канатной дороги. Сейчас у нас две канатные дороги. Одна рассчитана на продолжающих и профессионалов с большим парком фигур. Вы можете посмотреть. Вторая канатная дорога у нас для новичков. Тоже специальные фигуры. Каждый год мы что-то приобретаем. В этом году у нас появилась новая труба. Мы движемся вперед. И изначально были мы никому неизвестным вейк-парком. Сейчас я с гордостью могу сказать, что мы один из лучших вейк-парков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Гонщики катаются в гидрокостюмах, что позволяет тренироваться практически в любую погоду. Хотя на зиму сезон, конечно, прекращается. Кстати, это редкая возможность легально окунуться в парковое озеро. Так-то купание не поощряется. Настоящий райдер падать с доски никогда не должен. Но пока вы учитесь, придется много поплавать. Попутно приобретается практика держать равновесие и работать практически на любом спортивном снаряде. Так что зимой, пока сезон закрыт, можно как раз уехать гонять на сноуборде или даже на горных лыжах. Обучившись серфингу, вы и без труда освоите сноуборд. Только учтите, что падать в воду по-любому безопаснее. Поэтому лично мы всегда были за плотные виды экстрима. Что ж, это еще один необычный оригинальный вид спорта, который хорошо подходит для петербургской среды. Вполне интересный выбор. Ну что, было круто. Под конец я даже куда-то доехал. Главное, ни одну чайку не сбил. По-моему, мне так показалось. Водичка очень теплая. Так что всем рекомендую. Класс! Субтитры сделал DimaTorzok